Дом 290 квадратов. Весь гипсокартон выполнен в два слоя. Вот это стоит большой теплоаккумулятор двухкубовый. Здесь уже стены в комнате обшиты имитацией бруса. Всем привет, с вами Владимир Колосов, компания Колосов Хаус. Мы строим каркасные дома, дома из газобетона, а также дома из алтайского кедра, срубы из алтайского кедра. Обо всем этом вы можете посмотреть в наших предыдущих роликах, давайте ссылки на них мы оставим в описании. Ну а сегодня за моей спиной находится дом, который мы сейчас сдаем нашему заказчику. Вы уже могли видеть этот дом в ролике, где мы вместе с моим коллегой Александром Семеновым ходили по этому дому. Там рассказывали о технологических решениях. Ссылку на этот ролик тоже давайте сейчас оставим в описании. Ну а сегодня дом уже в законченном виде, готов под шестовую отделку. Пойдемте внутрь и вместе на него посмотрим. Дом 290 квадратов. Поехали! Сейчас забирают остатки материалов, а я вам покажу этот дом снаружи. Итак, какие здесь нюансы? Первое. Цоколь отделан у нас ЦСП с крошкой. Вот так он выглядит, этот ЦСП. То есть он сразу готовый уже, идет вместе с крошкой. Бывают светлые исполнения, темные. Вот в данном случае темные исполнения. Далее отлив у нас идет и хауберг. Если вы видели предыдущий ролик, то для вас это уже не станет открытием. Но тем не менее, хауберг, напомню, это продукция компании Техно Николь. Что-то типа битумной черепицы, как мягкая кровля, только на стены. Также по стенам я напомню, что у нас здесь смонтировано таким образом, что идет один слой ОСБ, который идет прямо по каркасу для жесткости. Далее вент-зазор. И смонтирован другой слой ОСБ, который выполняет уже роль обрешетки или подкладки под последующий монтаж хауберга. На полу здесь террасная ДПК, доска. Ее еще называют жидкое дерево или композитная доска. В общем, максимально долговечный материал. И вот мы с вами попадаем сразу с террасы, попадаем с вами на кухню. Дом весь изнутри обшит сейчас кипсокартоном. На полу стяжка, теплые полы сделаны, а также радиаторное отопление. Вот здесь будет кладовка, здесь стены изнутри обшиты имитацией бруса. Если мы с вами посмотрим остальные помещения, то по большей части они все обшиты гипсокартоном. Основанием под стяжку служит также ЦСП, уложенный по обрешетке. Вот из гостиной мы с вами попадаем в холл. Здесь прихожая и котельная. Вот это стоит большой теплоаккумулятор двухкубовый и котел. Здесь газовый котел, в котельной отдельный вход сделан. И стены, соответственно, здесь в котельной обшиты USB. Так, а здесь? Здесь гардеробная, наверное, по логике, рядом с входом. Вот так вот выглядит это помещение. Ладно, не будем мешать. Здесь, под лестницей, как раз коллектор под теплые полы. Давайте зайдем внутрь, посмотрим. А, и гидроаккумулятор еще здесь стоит как раз. Вот, как видите, выполнены из шитого полиэтилена. Это, я вижу, спейн. Это, скорее всего, стаут трубы, распейн. Так, идем с вами дальше. Здесь попадаем в помещение. Здесь санузел. На полу уже выполнена гидроизоляция мастикой. Опять-таки же везде на стенах волгостойкий гипсокартон. И, а, тоже важный момент, что весь гипсокартон выполнен в два слоя. Первый слой идет двенашка, второй слой девятка. Дальше. Здесь комната жилая для одного из детей, хозяев, будет с большим санузлом. Пойдемте наверх. И мы с вами попадаем наверх в просторный холл с высокими потолками. Здесь они еще выше. Такой мастер-бедром. С санузлом. И с такой вот спальней. Давайте сейчас я покажу ее всю. Попробую объять. На полу здесь уже, в отличие от первого этажа, смонтировано USB. Здесь по-прежнему ЦСП-20, а здесь 21-я USB. Точно так же смонтирован по обрешетке с 20-й доски с шагом в 30 сантиметров или 300 миллиметров. Так, здесь еще один большой санузел с большим высоким потолком. Все выводы под коммуникацию уже готовы. Здесь попадаем еще одна комната. Здесь уже стены в комнате обшиты имитацией бруса. Как видите. И еще у нас остается несколько комнат поменьше. Вот одна комната с мансардным окном. Вот еще комната. Я когда-то жил в квартире, в которой вся комната была вот такая примерно. Я думаю, что многим знакомы такие форматы однушек. Когда заходишь, здесь кроватку ставишь или диван. И вот последнее помещение. Тоже атиковая стена. По-моему, метр здесь она или метр двадцать идет, да? Потом, да, около метра. Потолок здесь два и восемь. По стенам стены 150 миллиметров плюс 50 миллиметров перекрестное утепление выполнено. А первый этаж 250 миллиметров утепления. Ну, вот такой вот дом. Так он выглядит изнутри. Стоит отдельно упомянуть о сроках строительства данного дома. Начали мы его 13 мая, заезд был бригады. Потом со всеми перерывами, связанными с монтажом инженерных коммуникаций. Начали мы этот дом 13 мая был, заезд бригады. И сегодня у нас вот 3 октября. То есть с учетом всех пауз, связанных с монтажом инженерных коммуникаций, в общем, всех нюансов, в сумме дом у нас построился там июнь, июль, август, сентябрь. За четыре с половиной месяца. Сейчас по традиции вы увидите полный фотоотчет со строительства этого дома. Заказчики попросили их не снимать для отзыва об этом доме. Но вы можете все увидеть за них, как выглядит дом. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Если вас заинтересовал проект этого дома или подобный дом, обязательно оставляйте заявку на сайте, либо звоните, менеджер вас проконсультирует и по стоимости такого дома, и по размерам, по комплектациям, по всему. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ну а с вами был Владимир Колосов. И увидимся на строительстве вашего дома. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok